всем привет и сегодня мы поговорим на такую большую тему очень интересную обширную которая волнует ну 90 процентов людей это очки подбор очков так или иначе когда-нибудь все мы с этим столкнемся вот даже те у кого изначально очень хорошее зрение в детстве видит все вдаль прям идеально все замечательно это не избавит от того что очки придется надеть только придется их надеть не от того что станет плохо видно вдали а просто читать будет тяжело в какой-то момент наступает возраст у большинства людей это после 45 лет вот при котором необходимо просто надеть очки и читать в очках основными симптомами такого состояния является повышенная утомляемость тяжесть сфокусироваться то есть тяжело сфокусироваться просто на тексте вблизи и сначала становится понятно что не видно очень мелкий шрифт например там какие-то аннотации к лекарству или сроки годности на упаковке или еще что то вот потом постепенно становится понятно что даже уже стандартные книжный шрифт читать тяжело надо очень долго фокусироваться а если долго напрягаться то начинает болеть голова в связи с этим падает работоспособность ну и начинаются другие проблемы вот в такой ситуации люди очень часто считают что есть необходимость потерпеть потренироваться еще что-то поделать но ни в коем случае не надевать очки вообще есть такой очень распространенный миф что если наденешь очки то никогда их больше не снимешь но с одной стороны в случае пресбиопии а именно так по-научному называют состояние когда тяжело читать вблизи а вот это возрастные изменения действительно очки вы скорее всего если на деле уже не снимите просто потому что возрастные изменения они никуда не уходят они остаются с вами и дальше потихонечку углубляются а вот если у вас со зрением все хорошо изначально то максимальное значение диоптрии в очках для чтения будет при плюс 3 плюс 3 с половиной этого обычно достаточно при хорошей макуле при хорошей сетчатке и прозрачных оптических средах таких как роговицы и хрусталик этого должно быть достаточно для чтения вблизи даже в возрасте 70 там 80 лет если же есть какие-то проблемы со зрением с глазами со самим глазом хронические какие-то заболевания то конечно там ситуация может поменяться но мы с вами будем рассматривать такую идеальную скажем так идеальный глаз вот который у нас начинает медленно стареть вот что происходит первые очки которые выписывают чаще всего бывают слабенькими это плюс 0 75 иногда плюс 1 вот такие очки вы никогда не будете носить постоянно их надевают только чтобы что-то почитать их желательно носить с собой вот их можно достать из любого кармана обычно это какие-нибудь маленькие очки здесь есть несколько моментов первый момент это то с чем вы работаете большим то есть это текст или это монитор или это разное расстояние у многих людей особенно например возьмем учителя у него есть несколько точек фокуса это класс например когда он смотрит вдаль а вот это текст когда он проверяет их вблизи тетрадки и это доска которая находится где-то посередине среднее расстояние в такой ситуации нужно либо несколько очков на разные скажем так сферы деятельности то есть для далее отдельно если есть нарушения какие для близи отдельно на среднее расстояние отдельно и тут можно выкрутиться с помощью специальных очков которые называются прогрессивными очками у этих очков есть плавный переход от зоны для дали для в зону для близи он соответственно раньше был раньше это были бинокулярные очки то есть их можно было увидеть бифокальные очки извините бифокальные очки их можно было увидеть такими окошками в нижней части но это не очень удобно потому что у них есть только два варианта фокуса вблизи и вдали вот современные прогрессивные очки позволяют фокусироваться на разных расстояниях то есть и на расстоянии близком там допустим 50 сантиметров как около стола и на расстоянии двух метров и на расстоянии там дальним как удобно вот подбираются они в принципе в любом возрасте то есть можно их использовать начиная с 40 лет например даже если нет необходимости корректировать зрение вдаль у вас верхняя часть которая предназначена для дали будет просто без диоптрий а нижняя часть соответственно будет подобрана так чтобы было удобно читать именно в этих очках а вот делается это достаточно легко сейчас в любой оптике практически можно заказать такие линзы да они будут чуть подороже чем обычная линза но это будет гораздо удобнее чем если менять 10 очков или ходить пытаться напрягаться без очков вот это очень облегчает общее состояние вот меньше болит голова вот и очень важно при этом не забывать что надо все равно ходить к офтальмологу хотя бы раз в год вот для профилактических осмотров поскольку очки не избавляют от проблем других то есть если есть какие-то предрасположенности по наследственным заболеваниям то если есть какие-то звоночки скажем так со стороны других систем например у вас появилась гипертоническая болезнь то это тоже повод наблюдаться у офтальмолога вот в целом в целом ничего плохого и страшного в таких очках для чтения нет не надо волноваться не надо говорить что старость наступила вот это не так еще можно долго и исправно пользоваться глазами читать писать вторая проблема которая у нас бывает периодически это нарушение рефракции в детском возрасте они могут разделяться на скажем так ранний возраст и на более старший возраст и также разделяются по изменениям рефракции это может быть гиперметропия то есть плюсовое зрение или в простонародне дальнозоркость это может быть миопия или близорукость и это может быть астигматизм различаются они по взаимоотношению скажем так оптической оси длинной оптической оси и преломляющих сред глазах при гиперметропии получается так что у нас . ясного видения . фокуса получается за глазом вот и в этой ситуации изображение на сетчатке размытым при миопии у нас . фокуса появляется перед глазом и на сетчатке тоже размытое изображение казалось бы и там и там размытые изображения но силу особенностей данных изменений а вот коррекция будет абсолютно разная при гиперметропии нам важно поставить максимально большую коррекцию которая возможна то есть максимально полную коррекцию поскольку для коррекции гиперметропии глаз пытается сам ее скорректировать он постоянно находится в напряжении мышцы которые отвечают за рефракцию за тонус они в постоянном тонусе вот им надо фокусироваться вблизи это понятно это у всех происходит им надо также сильно фокусироваться при взгляде вдаль то есть человек у которого гиперметропия он в постоянном напряжении ему надо постоянно напрягаться и вблизи и вдаль в связи с этим нам очень важно чтобы у человека была максимальная коррекция при таком подходе получается что вдаль происходит расслабление мышц как это должно быть и в норме а вблизи происходит физиологическое сокращение этих мышц и человек может хорошо читать как правило в молодом возрасте это не особо заметно и если гиперметропия небольшой степени слабой степени до двух диоптерей то человек может сам ее не заметить особенно если это ребенок у него очень эластичные мышцы они очень активны однако почему это нужно корректировать проблема в том что в такой ситуации рано или поздно произойдет до компенсации мышцы не смогут сфокусироваться ребенок будет жаловаться на то что он плохо видит вдаль плохо весь вблизи у него болит голова и вот это самое неприятное головные боли астонизация и тяжело учиться просто становится снижается обучаемость вот в этой ситуации обязательно надо пройти офтальмолога проверить зрение посмотреть не нужны ли здесь плюсовые очки очень важно посмотреть такого ребенка на широкий зрачок сделать циклоплегию поскольку гиперметропия часто бывает компенсирована мышцами и она бывает скрытой мы поэтому на узкий зрачок можем не понять что происходит то есть вроде как по прибору скажем так у нас нормальные диоптере а ребенок видит плохо обязательно закапываем капельки смотрим на широкий зрачок что там происходит если гиперметропия выявляется в раннем детском возрасте например там возрасте двух-трех лет она обязательно подлежит коррекции поскольку очень сильно влияет на то как будет развиваться глаз как будет развиваться оптические среды и очень важно если есть разница между глазами например один глаз там плюс 2 а другой плюс 4 все в этом случае класс который плюс 4 диоптере имеет он будет видеть намного хуже чем тот который плюс 2 и это потенциально причина к согласия и амблиопии амблиопия это состояние ленивого глаза когда глаз несмотря на любую коррекцию даже самую сильную не может увидеть максимальное количество строчек которые мы показываем по таблицам допустим таблицам сивцева вот это называется амблиопией это большая проблема уже во взрослом возрасте поскольку накладывает ограничение на выбор профессии просто поэтому такие вещи лучше корректировать еще в детстве а вот плюс естественно косоглазие если у ребенка в такой ситуации развивается косоглазие то но во-первых это некрасиво а во-вторых это очень сильно меняет ему картинку мира у него не формируется бинокулярное зрение то есть предметы у него становится но грубо сказать говоря плоские ему тяжелее оценить расстояние до предметов и это опять же в будущем будет накладывать ограничение на выбор профессии например ну сложно с такими изменениями зрения быть очень хорошим там художником потому что художник должен бить объем вот а здесь объема не получается вот и это конечно очень неприятно во взрослом возрасте однако во взрослом возрасте с этим делать что-то уже абсолютно бесполезно амблиопия очень тяжело поддается лечению после 10 лет в идеале этим надо заниматься в раннем детском возрасте как раз вот как только выявили там в три в четыре года уже надо начинать носить очки часто назначают заклейки чтобы стимулировать хуже видящий глаз вот и естественно это нужно делать постоянно то есть нельзя прерывать лечение думать что все пройдет потому что глаза все равно будут расти развиваться неравномерно и разница это может оставаться надолго существует такой миф что если надеть очки ребенку он будет плохо видеть проблема в том в этой ситуации что он и так плохо видит ему и так тяжело сфокусироваться и если ему мы не помогаем то у нас будет много проблем в более старшем возрасте возможно что ребенок об этом никогда не будет задумываться ему это будет абсолютно не нужно но мы же не можем предсказать все что будет в будущем поэтому задача родителей задача врачей в раннем детском возрасте при нахождении вот таких вот изменений рефракции дать максимальную коррекцию максимально адаптировать ребенка к такой ситуации к очкам и ввести его раз полгода хотя бы наблюдать такого ребенка естественно чтобы не было грубых изменений и ошибок в рецепте важно также помнить то что гиперметропии с возрастом становится меньше то есть ребенок может ходить там в три года например с плюс пять а к десяти годам у него может остаться плюс два вот на гиперметропии полностью все равно тоже не уходит она может сохраняться вот и поэтому важно регулярно посещать офтальмолога смотреть что происходит с ребенком и еще есть такой момент что можно ходить на аппаратное лечение в москве во всяком случае есть в каждом округе практически специальные кабинеты охраны зрения где занимаются с детишками с косоглазием с амблиопией с нарушениями рефракции эти аппараты стимулируют развитие зрительного нерва зрительных волокон формирование правильных зрительных образов на сетчатке вот и помогают им адаптироваться это намного увеличивает шансы на хорошее зрение в будущем и соответственно помогает развиться правильно глазику вот поэтому рекомендую обращаться хорошим офтальмологом ходить на процедуру носить очки обязательно носить очки вот и регулярно показываться доктор и еще это видео было для вас полезно стало меньше вопросов по поводу почему нужно носить очки вот мы с вами еще будем обсуждать и другие варианты ношения очков в следующих видео если вам понравилось то ставьте палец вверх и до встречи в новых видео в следующем видео Субтитры подогнал «Симон»